Добрый день, уважаемые дамы и господа! Мы во Всемирном клубе Одесситов искренне рады приветствовать вас на очень значимом для нас мероприятии. Литературно-музыкальный вечер сегодняшний посвящен замечательному Одесситу, писателю, поэту, фронтовику, потомственному военному человеку, который в середине XX века впервые в интересной художественной, наказательной форме рассказал об истории создания Одессы, становления ее. Книги Юрия Трусова, которому посвящен наш сегодняшний вечер, стали той отправной точкой, которая могла бы посеять зерно интереса к богатейшей истории нашего славного города и у молодого поколения, и у людей любого возраста. Наш сегодняшний вечер посвящен знаменательной дате. 3 апреля исполняется 109 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Трусова, нашего великого Одессита. Давайте аплодисментами попередствуемся к вам. И открывает наш вечер руководитель Союза Одесских писателей, Рационального Союза писателей Украины, писатель Сергей Викторович Дмитриев. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень благодарен Иоанне Миколаевне, ее семье, и речевым представителям и руководителям Клуба Одесситер, которые нам дали для этого захода и улучшение. И всем, кто пришел послушать и вшановать память видосной личности Украины середины 20-го столетия, 2-го половины 20-го столетия. Господь дарил мне возможность общаться с этим человеком, видеть ее, как я с вами сейчас вижу. Это был 1989-й год, мне было 18 лет, когда нас студентов 2-го курса перелили до спилки письменников, где как раз Юрій Сергеевич рассказывал про свой роман Хаджидей. Там как раз перед тем было 40 лет, как вышел этот роман. Не 40, 30 лет было, как вышел этот роман. И вот мы пришли к нему. Я сразу хочу свои вражения сказать. Людина не просто глубокая, а глубинная. Он первым, возможно, у нас студентов научил вертаться до тех джерел, которые уже в широком доступе у них немало. Они находятся в архивах. Он много рассказывал про работу в архивах. И, подхопивши его идею, я уже студентом 4-го курса тоже студил в Бродской синагоге и тоже работал над архивами, потому что работал над вопросами мовления одесситов и исторической проблемой развития мовления. Ну и так далее. Но все это было запечатковано Юрием Сергеевичем. Он сказал, куда пойти, до кого вернуться, как. То есть это был не просто письменник, это еще был наставник. Сейчас такое модное американское слово «коуч». Вот он был в правильном письменстве «коучен». Он учил ответственность. Сейчас знаете, я пишу честь свой роман, нещодавно який заканчивал, что я думаю, что на Модской и Чайке, где також 16-17 столетий, у него, правда, 18-е, где я заверял потом за архивными данными все его, и за мафами географическими министерствами турецкими. Все співпадает один в один. Тобто в него настолько была историческая ответственность перед поколениями. Вин так чисто и тонко передав ось той загальний устрій Одещини 18-го столетия, что просто сердце не витримує від такої точности. Знаете, хочется весь час дякувати ему за то, что он сделал. Это первое. По-друге, я хочу сказать, что чему-то, не знаю, почему мы его цитировали тогда про войну, Другую святую, он очень мало про нее говорил, хотя мы знаем, что он был настоящим героем войны, был очень скромным человеком. И еще что хочу сказать, что Юрий Сергеевич, уявите себе, 1958 год, и еще повертаешься политвязнь из таборей, и еще шаленый тиск навколо питания украинских националистов, как враг советской державы. Еще так и есть. А Юрий Трусов выдаёт роман «Падение Хаджи-Бея». Зверните внимание, основные главные герои, найсимпатичные, у него украинские чорноморские козаки. Зверните внимание, хотя в тот час все сказали, что только Суворов, только его войска штормировали Хаджи-Бея. Зверните внимание, что в советской литературе люди надзвичайно высокое интеллектуальны и обознанны в этой сфере. И удалось не только изобразить, но еще и сделать так, чтобы этих козаков не преврала цензура. Уявляйте себе, каким майстером тонким нужно было быть, чтобы из этого Хурделицу, его Оксану и взаимодейству козаку не выкинули. Я особисто перечитал Хаджи-Бея, правильно, разів с 10, если разобрать. Повинні были нужны батальні сцени, подивиться географию от Херсонщины до краев Лиманів, аж до Измаїву. Поэтому я за любви это читал, доверял, смотрелся, знаю, роман очень хорошо. И хочу сказать, что это впервые в советской литературе после Козакского маршу 1954 года было пропущено козакскую идею в общественную культуру. До этого, кроме танцев и народных песен, которые любил особенно Йосип Сталин, ничего из героизма козакского не пропускали. Юрий Сергеевич был в этом плане первым, первопроходцем. И за ним уже Иван Ле, Богдан Хмельницький и решта, понимаете? То есть, насколько этот хлопец дворянского похода любил Украину, любил ее землю, любил ее народ, а как он любил Одессу. Когда читаешь опис местности Одессы, который тогда еще, конечно, при Хаджибейской территории, насколько он описал, насколько он описал, как он это экспонировал в своем творчестве. И что я еще с этого привода хочу сказать. Суть в том, почему передавали еще за советских временем 8 раз его Хаджибей. Потому что он писал про то, чего другие, не те, что цуралися, боялись писать. Для советского читача, заангажированного ось цією идеологией, ось ця украинская культура, яка от часа Гоголя не выходила, власне кажучи, особенно на поверхность, через забороны тотальние, Емские наказы, Волуевские циркуляры и тому подобное, ему удалось это отродить в украинской культуре, даже в обмеженном хронотопе советской литературы. Это, я считаю, подвиг, потому что его могли извиновать в чем-то угодно. Мало того, что походжение, как сказал профессор Преображенский, у вас тоже походжение не очень. То мало того, что походжение, еще и украинская идея. Оце микс, да, выходить. Но его честность людская. Он был, ну и рассказали мне, кто знал его ближе, и Олена Миколаевна рассказала, что это был надзвичайно кристалево человек. До него не было чем подкопаться. Война, он воюет. Праця, он працюет, працюет заради суспільства, заради держави. Підкопаться до него. И он умеет, ось на этой честности с собой, про которую, когда сказал профессор Володимир Кириллович Вениченко, он умеет ее пронести через все життя. Возьмем я уже, дякую Богу, спілкувався із его дружиною Лидією Яковною Силютяною. Вона много про него рассказывала. И в особистом, звичайно, спілкувании. И я на радость, на жаль, был на том останнём заседании Силки, когда она сказала, а теперь люби мои, я с вами хочу попрощаться. И вот на наших очах вона пішла, а больше на заседаниях мы уже ее никого не бачили. Это тоже знаковая личность. Это людина, которая много сделал для Юрия Сергеевича, его доли. Я не знаю, как там в творчом плане было, но она была ему близкой человеком, рідной. И все про это знали, и часто вспоминали. Ну, сейчас не про это. Что я хочу сказать? Что ж один из письменников минулого и сучасного Одессы не может обойтися, зображивши Одесские территории, пишучи про Одессу, никто не может обойтися без прачи Юрия Сергеевича. Чому? Потому что много поколений, после того, как вышел Хаджидей, и историю, как додатковую книжку до истории родного края, вивчали и творил Юрия Трусова. Вы знаете эту большую трилогию, где и Греция описана, это «Зелена гилка». И потом еще вийшло про Херсонщину, про магната, знову ж таки, украинского, в «Золотих эпалетах», где он говорит. Я хочу сказать, я «Золотые эпалеты» читал очень давно, не могу сказать, что я памятаю их из них хорошо, но я знаю, что не то, что украинская идея, а украиною дыхает его творец. Он тут родился, он тут вырос, и я не знаю, что у него было в сердце, но писал он про Украину, про украинскую землю любовью. Как наставник, я хочу сказать, что, как выгадывали, он был очень толерантным до тех, кто вступал до спилки письменников, но сказал, что беремо тебе, как то говорят, аванс. Потому что это нужно творить, творить, творить. Казали мне те, кому он так сказал, сказали, что было как-то соромно его подвести, потому что, ну, вы понимаете, бувает человек, я не хочу сказать идеально, но близко до того, принаймні, с чистой кристалевой совестью. Ну, если у вас есть какие-то зауважения до моей промови, я не хочу затримать ваш час, потому что Юлия Сергеевича может говорить не одну годину, есть про кого говорить, есть про его творец, что сказать. Потому что, если у вас есть какие-то вопросы, возможно, вы сделали. Потому что я очень много времени давал изучению Одессы в целом, и историю Одессы, и историю Одессы, в частности. Поэтому, не считаю себя сравненно с этим, с этим фаховцем, но если, может быть, какие-то вопросы есть, то... Потому что я работал и с архивами Дерибаса, и Ланжерона, я держал в руках эти... это не фольганты, по-настоящему, по-настоящему. как поэт. И у него вышло четыре сборника поэтических. И мне очень приятно представить нашего следующего спикера, поэта, руководителя Одесской организации союза журналистов, Национального союза журналистов Украины, Юрия Анатольевича Работина. АПЛОДИСМЕНТЫ Для библиотеки передати пару книжок Валентина Шегленко, Юрия Усотяка, это для вашей библиотечки. А для нас? Я уже что? А на счет библиотеки имени Трусова мы пейдем окремо. Я их здесь. Кого? Буду. Хотел бы... Что сказать? Знаете, я дивился там деякие книжки, колись Юрий Сергеевич так написал. Когда умру, страдает и любя, как все поэты и как все повесы, так воскресно звонкой бронзе я на самом кронной улице Одессы. Это его вещи. Треба про них памятать. И мне приятно, что на будинку где он родился, то есть где он живет бронзово, есть библиотека имени Юрия Трусова, где мы часто бываем там за пяти зусилем пани директорки. Что хочу рассказать? У меня есть такой вирш, он звучит так. Доле, моя доле, чисте поле, далечень, сядь на поле, тихо, відпочинь, поделись у затяну в душі, ти в душі, і я в душі, ні душі, просір горизонтом проляга, ностальгія і жага, земля, земля, поле, 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 прясним колосом, і я, де це я, де це я, я в дитинстві, а це молодість моя, зрілий вік, жнивує осінь, пам'ятаю, як це поки, пам'ять серця береже, не сумою я уже, в уш проповністей, жай, вір поруч, чути голос, відтвори, ти свій спомен, відтвори, незалежно відтвори, сонце світе, та це літо, сніг пішов, та це зима, листя світа, осінь поруч, і прийшла весна, доле, доле, поле, поле, рік пройде, минус роки, чистим буде, наше поле, спорудні роки, юбілеє, юбілеє, нашого, земляка, Юрія, Сергійовича, Крусова, хотіло би сказати, її там, і Астрахань, і технікум, і інститут, педагогічний, і наш, водний інститут, було це, була праця в видавництві, маяк, літературної спіруби, багатьох газетах, в Одесьчини працювало, це, надзвання велике, я думаю, може, приличчя, що уряд нашої держави, незалежної, візьме, і видасть, хоч живею, повністю, і радасть по всім школам України, це було дуже здорово, тому що історію, свого краю, треба пам'ятати, я хотів би подякувати, пану Сергію, що мене прийшов, як голова спілки, він дуже зайнята людина, але прийшов, як мій колега, знаєте, коли мене спілку прийнімали, в 64 роки, думаю, скільки це ж треба було про життю пройти, щоб в 64 роки, це було стоїть, члени спілки письменники України, це нормально таке, це рядові, так сказати, для нас, молодшого чи старшого поколення, дати, тобі, спасити, що дійсно, довіра є, значить, є продовження, продовження в кожному із вас, пам'яті, сім'ї, рідних, дітям, спілкування, так що, слава нашим героям, і давайте, хвилиним мовчанням, шануємо його пам'яті, це буде правильно, його пам'яті, всіх, так і таки, українська, ми під мирним небом сьогодні зібралися. Дякую, прошу всіддати, спасибі, що ви є, керівництво, всесвітнього клуба, одесі, ми ще низький у клієнт, тому що ви робите корисну справу, для нашої ниньки України. Спасибі, що ви є, передаю вам слово, і поточайте, що... АПЛОДИСМЕНТОВ 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 Я з огромного зростя відважаю на нашу сцену нашого огромного друга, замечательного, любимого нами чоловіка, МАСТРУ ПОДОЛИСМЕНТОВ АПЛОДИСМЕНТОВ 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 Елену Яковлевну Кутловну. АПЛОДИСМЕНТОВ 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 Войны невзгоды, мы запомнили свист свинца, и настали мирные годы, нет милее ее лица. Если даже я с ней в разлуке, все равно после каждого дня, где бы не был, любимой руки обнимают во сне меня. Летние цветы Когда горят в улевадах летние, большие, яркие цветы, они, как в порохе расцветные, зоной багряной наветы, они не нежные весенние. Они узнали солнца жар, и пчелы жадно, без стеснения, из чашечек их пьют гектар. А с лепестов их ветер ласковый, сдувая желтую пыльцу, понюхаешь, и нежной краской пойдут на крапы по лицу. И не весенние, а летние, я потому люблю цветы, что в них и ярче, и приятнее черты красивой простоты. Незрелость силы у женщинам, и жар сердечного тепла, как в облике рассветшей женщины, что сердце чувству отдала. Огромное спасибо, Ирина Яковлевна. Дорогие друзья, наш сегодняшний вечер, как и многие вечера памяти, литературно-творческие встречи, музыкально-поэтические встречи, которые были организованы в огромном количестве, организован благодаря внучке Юрия Сергеевича Трусова Елене Николаевне Кузнецовой. Это удивительный человек, который просто поддерживает семейные традиции, занимается невероятной даже вурналистской деятельностью, окружает себя талантливыми людьми. Я знаю, что библиотека имени Юрия Трусова, которая находится на аспекте Шевченко, на французском бульваре, здесь присутствуют заведующие библиотеки Наталья Бангарчук, она знает Елену Николаевну как постоянного участника литературных встреч и доброго-доброго друга. У Юрия для популяризации творчества Юрия Сергеевича Трусова есть великолепный сайт, где можно познакомиться с его биографией, с богатыми семейными творческими архивами, почитать стихи, познакомиться со всеми изданными им книгами. И я могу с огромной гордостью сказать, что Всемирный клуб одесситов также приобщился к популяризации творчества Юрия Трусова на нашем сайте. Они оставили след в истории Одессы, руководителя которого здесь присутствует, Леяна Антропова. Есть потрясающая статья сотрудника литературного музея, вы сами скажете, пожалуйста, я очень рекомендую читать. Я благодарна Елене Николаевне, что она одна из первых откликнулась на тот проект, который мы задумали совместно с Всемирным клубом одесситов. И в память о своем дедушке, о великом одессите, появилась такая статья, которую написала Елена Миличенко. А архивные документы мы много работали, размещая, как лучше, как преподнести ту или иную информацию. На сайте, сайт у нас открыт в 2015 году, но до этого времени, в 2008 году мы задумали этот проект, и в 2010 году был создан диск. Они оставили след в истории Одессы. На диске более тысячи биографий. На сегодняшний день на сайте, они оставили след в истории Одессы, открыто около 800 биографий и 220 авторов, которые приняли участие в этом проекте. Это и родственники, и сотрудники литературного музея, и архива, огромное количество людей. И вот мы ведем статистику по сайту, ежедневно, в месяц к нам заходит около 11 тысяч человек из 150 стран мира. Поэтому вот с этого года мы начали этот сайт модернизировать, начали его переводить. Это большая работа, переводить на украинский и на английский язык. Поэтому Одессу, историю Одессы посетят и узнают еще больше людей, потому что язык даст эту возможность. И я хочу предложить участвовать присутствующим тоже, сохранять память о своих близких, о своих знакомых, о своих друзьях, чтобы также на таких же вечерах мы могли вспомнить того или иного человека. Спасибо вам большое, что вы были в тесне первых. Я начала рассказывать Евгению Николаевне внучке Юлию Сергеевичу. Я хочу сообщить вам, что сегодня здесь присутствует и правнучка Екатерина, и, как я понимаю, даже правнучка, очаровательная наша юная гостья, просто которая освещает, как солнышко, наш сегодняшний вечер. Елена Николаевна подготовила сегодняшнюю встречу таким образом, что мы сегодня услышим и отрывки из произведений Юрия Сергеевича, и замечательные его стихи в исполнении профессионала, и отзывы, и рецензии, и воспоминания людей, которые хорошо знали Юрия Сергеевича. И очень приятно, что сегодня Елена Николаевна предоставила часть книг, хаджидей и золотые палеты, которые вы можете приобрести за 200 гривен, это часть от их стоимости, и все деньги она передает для ВКО. Вы знаете, что мы собираем деньги в помощь вооруженным силам Украины. И сейчас я с огромной радостью предоставляю слово Елене Николаевне, внучке Юрия Сергеевича Трусова. Почему мой дед, поэт Юрий Трусов, не будучи историком, написал литературное произведение о прошлом нашего города, нашего края, которое, ну, наверное, более трех десятков лет было наиболее читаемым и известным произведением на эту тему. Как говорил, писал его друг Богдан Иванович Сушинский, это была не случайная случайность. Он действительно захотел, ну, не собирался изменять поэзию, захотел написать поэму, взять их от живее, но когда он столкнулся с той, ну, огромным материалом, который его вдохновил, он понял, что он хочет писать что-то более масштабное. Кроме того, когда в процессе работы, он осознал, что дореволюционные историки, такие как Аполлон Стальковский, Алексей Маркевич, Маркиз Докостыльной и многие другие, они уже были активно забыты. А в Советском Союзе к этой теме практически никто не обращался, потому что тема была уж очень не советской, она была яркой, эффектной именами, событиями, практически крамольной. Но наступила Крущевская оттепель, и люди, которые устали от заидеологизированной литературы, они ожидали появления каких-то новых исторических сюжетов, нового их толкования, и роман Хаджибей, он отвечал всем запросам. Кроме того, он был написан очень легко, в стиле такого авантюрного, приключенческого романа, с настоящими вымышленными героями, с батальными сценами, с таким закрученным сюжетом, и действительно ничего похожего на подобного до него написано не было. И настолько был роман популярен, вот уже сказали, что он был перезбейздан 8 раз в жизни Юрия Сергеевича, но он никогда вообще не... Он издавался действительно огромными тиражами, но никогда его нельзя было купить или там войти на полках в библиотек, потому что, в общем, это все разлеталось. Когда мы с моим дедом разговаривали в истории, а мы с ним разговаривали достаточно часто, это была его любимая тема, и он всегда готов был говорить об этом, ну, он хотел понять какие-то исторические закономерности, и его очень интересовала тема роли личности в истории. Это было не случайно, потому что предки Юрия Трусова, они тоже, ну, многие из них были искусственными историческими деятелями. Ну, казалось бы, фамилия Трусов не самая героическая, но тем не менее все люди его рода, они были военными, причем военными самых высоких ранков. Его прадед Александр Иванович Трусов, генерал, в 70-е годы XIX века у нас в Одессе командовал Одесской бригадой пограничной стражи, а в 1880 году он был начальником нашего военного госпиталя, который только-только был построен в том времени. У него было четверо сыновей, из которых двое тоже впоследствии стали генералами, и тоже, в общем, оставили свой след в истории. Третий сын был герой русско-японской войны, командир, капитан первого ранга, командир легендарного крейсера «Рюрик», который прославился тем, что в 1905 году экипаж корабля, чтобы не сдаваться в плен японцам, затопил корабль. И только четвертый сын, родной дед Юрия Атрусова, он категорически отказался идти по военной части. Он был художником, пацифистом, и в семье была большая семейная дама. И только мать, как-то, в общем, матери удалось убедить отца разрешить сыну нарушить давние традиции их семьи. Но если продолжать вот эту вот, как бы, линию, то и отец Юрия Сергеевича в Первую мировую войну был офицером, трижды был награжден различными орденами, и во Вторую мировую войну мой дед тоже был на фронте, воевал. Ну, это такая отдельная история. А я вас хочу немножко поразвечь и рассказать об одном стихотворении, которое написал Адам Мицкевич у нас в Одессе в 1825 году. Почему я о нем рассказываю? Потому что именно в нем он писал о еще одном предке Юрия Сергеевича, только уже по материнской линии. Дело в том, что Станислав Сицинский, а именно он и был вот этим как бы предком, он, ну, как бы, сыграл роковую роль в истории Польши. Он был первым, кто в 1658 году создал прецедент срыва заседания Сейма применением права века. И как писал сам Адам Мицкевич, это нанесло сокрушительный удар короверской власти и на много десятилетий повергло страну в хаос Швейхецкая надпи. Он не дозволен. Он не дозволен. И вот существует такая легенда, что когда Сицинский возвращался домой после этого злополучного заседания, то на пороге его дома его ударила молния. И вот как раз Адам Мицкевич пишет о легендах, связанных с этим человеком. То есть он пытается понять, что вообще происходит в памяти народной, когда эпизод уже давным-давно забылся, но существует много различных версий, толкований и так далее. Вот один, допустим, из героев этого стихотворения говорил, что Сицинский пригласил к себе на пир шляхту, и гости все перебили друг друга. А, нет, гости перебили, потому что он напоил их отравленным вином. Второй говорил, что он заманил к себе короля и выдал его в руки неприятеля. А третий сказал, что он был просто безбожником. И вот Сицинский, и вот Адам Мицкевич задает вопрос, что же такое народное предание? Или славы от звук Т веками донесенной, или событий след неправда искаженной. Ученых смех берет. Я их спросить готова. Что значит вообще история Литвовна? По-моему, очень актуально. Вообще, у меня еще есть поздно пару слов. Просто мне хотелось сказать, что дед, имея вот такие вот интересные моменты, связанные с его предками и так далее, он никогда не мог никому об этом рассказать, потому что, во-первых, это время было такое, что не сильно порассказываешь, а во-вторых, в 1938 году был расстрелян его отец по обвинению в заговоре против советской власти. Но понятно, что все годы заговора просто уже быть никакого не могло, и он действительно был потом реабилитирован, впоследствии, в 90-е годы, но, к сожалению, Юрий Сергеевич до этого не дожил. И сам он в это время был в Красной Армии, где-то за полгода до этого его избавили, а вернулся только через год. И я думаю, что это спасло ему жизнь, потому что мы все знаем, что родственники врагов народа, они тоже часто бывали репестированы. И вот, например, двоюродный брат прадеда, сын командира крейсера Людик, он был тоже расстрелян. И я думаю, что, наверное, многие члены вот этой семьи, наверное, тоже пострадали в это время. Но где-то после 1937 года все упоминания родственников были полностью прекращены. И моя бабушка Нина, первая жена Юлия Сергеевича, рассказывала, как накануне ареста она вместе со свекровью и со свекром жгли фотографии, письма, какие-то документы, которые как-то говорили о их происхождении. И действительно, у нас в семье осталось очень мало каких-то материальных свидетельств этого всего. В основном это было на фоне какие-то народные предания. Но все изменилось буквально три года назад, когда один очень хороший человек, исследователь Игорь Кобылянов, начал заниматься историей рода трусовых. И он нашел и фотографии, и документы, и много чего такого, чего мы даже не подозревали. И вот говорят, что рукописи не горят, а архивы, оказывается, тоже. И напоследок я хотела сказать, что вот то, что бурлило у моего деда в крови, вот все эти гены, вот вся эта история, то, что он всегда в себе старался заглушить, это как-то вырвалось, вот на... когда он начал работу над этим драматом Хаджбей, и привело к тому, что эта идеология стала вершиной его творчества. Спасибо. Как приятно, когда светлые, дружные семьи сохраняют не только историю своего рода, но и читают таланты представителей своего рода. Очень приятно, Елена Николаевна, и я думаю, что выступление члена Всемирного клуба одесситов, замечательного певца Алексея Семенищева достойно продолжит вас пожелать паспору. Я чуть-чуть об Одессе. Словами Юрия Михайлика. Все. Столько лет волна стучал, В этот берег овечал, Столько лет его качал, Что друг говорит мне, В голосам людей сначала Только море отвечал, Этот город величавый Был написан как Санэ. Что за странное начало Срифмовать бульвар с причалом, А потом двумя лучами Уходить за морем вслед, Чтобы улицы звучали Помня море за плечами И безлунными ночами И звучали зимки Светы. Это море создавало Легкий припуск с карнавала, Слишком грозно бушевало, Слишком горько горевало, Слишком быстро утихало. Удивляясь тишиной, Кто ссылал сюда поэтов, Ничего не смыслил в этом, Ни в тенетах, Ни в заплетах, Ни в поэтах, Ни в сонетах, Ни в лучах добрак и света, За прибрежною полной. Большое спасибо, Алексей. Вы знаете, о Юрии Трусове существует Огромное количество воспоминаний, Публикаций. Я уже говорила, проведено Большое количество встреч, А два года назад Вышла книга под названием «Фантазии о Юрии Трусове». Автором ее стал Очень известный Одесский писатель, Поэт, автор более Тысячи стихотворений И шестидесяти изданных книг, Руководитель литературной студии «Поток», Руководитель детской Литературной студии «Голоса молодых» Игорь Иосифович Потоцкий. Поприятнее. Когда-то я помню меня Ольга Георгиевна Черковская Познакомила «Эдис Голоса» Игорь Иосифовича Или его Читворение О нем с нами С Натаном Эдиком Вот Натан Эдиком Он сказал мне По его мнению Самые русские исторические романы Я имею в виду Русскую литературу У Юрия Тяньёва То есть его роман о Попкине, его роман о Фельдбекере, о Грибоедове, ну и так далее он был и правду великим писателем, потрясающим литературоведом и он считал, что он блестяще знал Юрий Танянов эпоху, которую описывал то есть девятнадцатый век, потом и Натан Эдимон написал книгу «Мой девятнадцатый век», у него было и мой восемнадцатый век чтобы книга была интересна для читателя, писатель обязательно должен бить свою эпоху и чувствовать каждого его героя и перевоплощать от каждого героя своей книги так Танянов легко перевоплощался в Попкина, так Танянов легко перевоплощался в Пьюхе Бекера Танянов легко перевоплощался в Николая Первого или в Александра Первого так это было в общем-то здорово и вот читая его книги это чувствует однако мы об этом говорили самое странное, как все переплетается так с Юрием Тросовым и он мне сказал, что вот здорово, когда человек перевоплощается здорово, когда человек предвидит что-то, что будет в будущем то есть вот это два постулата, которые должен обязательно выполнять исторический писатель ну, вы прекрасно знаете без меня, допустим, чтобы написать батальные сцены хорошо написать батальные сцены, это битва за Бородино Лев Николаевич Толстойчий сам сидел над батальными сценами Стендаля да, у Стендаля он учился я к чему это говорю, что я знаю, что Юрий Тросов только несколько раз перечитывал по русскую обитель, где эти сцены и есть ну и он был интересным человеком талакливым писателем и самое главное что он запечатлел опять-таки в своих романах особенно в первом падении Ахадвыбе эпоху такой, какой она была он конечно фантазировал но без фантазии как писателю опять-таки невозможно я вам сейчас прочту одно стихотворение, которое я недавно мне подсказал это стихотворение мне подсказал интернет стихотворение написано 23 марта 2013 года мне почему-то с него захотелось начать опять-таки повторяю 23 марта 2013 года только бы туча не придавила землю только бы ночь не кончилась вечным мраком только бы не поломался подсолнуха стебель только бы не исчезли Одесса и Краков только бы дом не рухнул от страхного взрыва только бы смерть не убил деву с младенцем только бы никогда не плакала более рива только бы боль покинула ее сердце только бы поскорее отклынули все печали и на небосводе не проявился хаос только бы губы любимой не замолчали а со всем остальным я справлюсь это одно из последних стихотворений в памяти Юрия Трусова в ней особенно раскат примирение и борьба а война когда сто крат нужно испытать себя стать на время смельчаком в женских любящих глазах и орудий тяжкий гром тридцать лет застрял в гуках танки три атаки вновь кажется совсем без сил ангел из далеких снов прилетел и пробосил Юрка, Юрочка, Юрок на их война чеканит слов но окончится победой утверждаю как пророк ангел в небе улетел у него так много дел говорят в темном небе его голос прозвенел день военный неречист погибай скорее фашист ты не даром намели мы тебя перемогли пушка подает басы у любимой нет косы брехут в подворотне псы все у них молитвы тьма уходит за порог перед нею сто дорог напихли стихотворение Юрка, Юрочка, Юрок АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Огромное спасибо Игорь Иосифович Вы, наверное, обратили внимание что замечательные картины Юрия Сергеевича вкушают наше сегодняшнее мероприятие и я с большим удовольствием приглашаю на нашу сцену автора поэта писателя 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 малиниста Олега Дрямина АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день АПЛОДИСМЕНТЫ Я написал более ста портретов известных писателей артистов музыкантов АПЛОДИСМЕНТЫ И Юрий Троссов написан был ну когда 85-летие мы выставляли его а это уже последний ну как новый портрет не последний сегодня первый раз Юрий Троссов не просто что я прочитал книгу и написал портрет я его знал находясь далеко за тысячи можно сказать километров я уже знал кто такой Юрий Троссов когда почему я знал потому что моя мама была главным товароведом книжных магазинов где было семь книжных магазинов и когда приходили книги их разбирали и конечно она как черноморская казачка потомственная кстати тоже девичья фамилия была плаксина хоть и у нас в роду были генералы и товарищ атаманы черноморского войска прапрапраде поэтому фамилия это ни о чем не говорит это наоборот человеку дает заряд чтобы он показал себя проявил и и первое ну первые книги трусовые когда вышли мне было два года хаджаби вышел и мама принесла книгу я конечно тогда не понимал но я знаю что эти книги они всегда стояли у нас в комнате в зале была большая библиотека и я только начал читать когда уже сознательно мне нравилось казачество вот эту книгу я хаджабей одну из первых прочитал первую толстую книгу которую я читал и все книги которые входили мама приносила соседи приходили тоже просили почитать потому что приходило не так долго это город небольшой сто тысяч населения и всего пару пачек наверное на этот город книги расходились Юрия Трусова по всему бывшему ну союзу во все республики и доходили и до нас я уже почти пятьдесят лет в Одессе здесь очень уже книги выходили я тоже всегда покупал эти книги от Трусова я ну не то что только я читал его я был как бы заражен его творчеством то что он писал было мне близко потому что мама и бабушка рассказывали за дедов и прадедов что они были черноморскими языками и так далее я читал книги и видел путь вот какой-то путь может быть этот путь по его тропам и я пошел немножечко по казачеству я был во многих казачьих войсках везде всегда знали Трусова и когда узнавали что из Одессы приехал говорит у вас же такой великий писатель Юрий Трусов и когда было первое первое собрание казаков сходы сначала в России прошел потом в Приднестровье везде приглашали Юрия Трусова но он уже болел он не мог поехать и в девяносто первом году в начале года был сход в Приднестровье в большой сет казаков и Юрию Трусову там казаки как бы почетное звание дали казачеству это из Саула а из Саула у нас ну на Украине считается подполковник а в 2004 году когда выходила книга у меня тоже в издательстве Астропринт и я ждал эту книгу я увидел что вышла книга Юрия Трусова она еще там лежала в издательстве тоже это был 2004 год золотые палеты я поехал еще ее не было в магазинах я поехал в Приднестровье у нас тогда как бы казачество мы общались с преднестровскими казаками они нас приглашали на свои мероприятия я поехал и увидел у одного казака тоже стоят несколько книг Юрия Трусова мы с ним разговаривали он говорит у нас батюшка говорит он очень тоже любит Юрия Трусова отец Михаил Шевчук говорит давай сходим к нему он собирает все книги Юрия Трусова мы пошли с ним поговорили он позвонил в черноморское штаб казачьего войска говорит вот книга выходит золотые палеты они взяли ну ему сказали приезжайте к нам в штаб мы вытащим награду посмертную Юрию Трусову а вы передайте когда ну я сказал что в золотом зале будет и в 2004 году была презентация мы я передал эту награду и мы не только как бы вот в Приднестрове где-то Юрия Трусова благотворяет здесь в Одессе черноморское казачество это все пошло по тропе протоптанной Юрия Трусова изучали смотрели вспоминали своих потомков предов казаки собирались и мы были даже пешком у нас был такой крестный ход памяти погибших казаков мы пешком дошли до Схимвала но еще тогда шли через Кубань и видели там нас встречала украинская диаспора там очень мощная украинская диаспора на Кубани потому что они все потомки в основном черноморских казаков и запорожских а черноморские казаки это потомки запорожских казаков они там так себя и называют что мы запорожцы черноморцы там памятник казаку черноморцу они его называют памятник запорожскому казаку и они тоже все знают Юрия Трусова поэтому что это писатель с мировым именем они рассказывали, что как за границу в книжке Трусова перевозили еще в советское время как им заказывали поэтому дай Бог, чтобы у нас были такие писатели, которые так заряжали человека на всю жизнь я не всю жизнь там живу я здесь в Одессе почти 50 лет живу я читал Юрия Трусова мне нравилось мы читали то, что мы учили то, что в школе остальное училить Кушкина, Гермонтова Манеконского, вы же знаете сами тоже читали не было просто одесских писателей не только людей а здесь уже что мы, конечно, читали и Ряченко и встречались на встрече спасибо большое и сейчас вы поймете причину популярности о которой сказал прекрасно Олег Дяймин причину популярности замечательного одесского писателя Юрия Трусова услышав его стихи из-за профессионального мастера замечательного друга Всемирного клуба одесситов лауреата многих литературных премий Светланы Павловны Лукиной уважаемые друзья во-первых рада видеть всех рада потому что многие принимали участие в нескольких встречах которые были и в литературном музее и в библиотеке имени Юрия Сергеевича на этих встречах были представлены Игорь Ваши новые произведения Олег Ваши работы портреты Юрия Сергеевича И каждая эта встреча и мне особенно вспоминается Богдан Иванович Сушинский который давал глубочайший анализ каждого фактически произведения Юрия Сергеевича безусловно Хаджибея не зачитываться невозможно потому что если что-то ты подзабыл из истории Одессы ты открываешь Хаджибей и получаешь огромное удовольствие от чтения вот этого изумительного одесского настоящего одесского произведения с удовольствием друзья всегда всматриваются фотографию подавлено редактором Одесского телевидения Люци Лидко-Долинской где замечательные люди Иван Гайдаенко Иван Рядченко Юрий Трусов Владимир Геймон люди прошедшие войну страшную Юрий Сергеевич это Комиоградский фонд юго-западный фонд но люди оставшиеся очень добрыми светлыми миролюбивыми мироутверждающими людьми друзья а здесь особенно хочу сказать что и прошлые встречи и сегодняшние они происходят только благодаря Леночка потому что то что делаете вы это и родословное это почтение людям старшего поколения это ваша огромная любовь которой можно учиться потому что без любви все равно уже ничего у нас не получится друзья дорогие а теперь Юрий Сергеевич мне хотелось бы обратить внимание и делать акцент на некоторых моментах этих стихотворений которые прозвучат по одной причине мне думается это звучит так словно написано все вот я здесь ярко желтые закаты горят пожаром над водой пока луна ковшом щербатым мне их не плеснет глухой прибой пока сияя как медуза созвездий мертвая заря не ляжет невесомым грузом на лица волны якоря и станут призрачные предметы лишь маяки куда ни глянь меж космоса межпланетой пунктирную проводит грань как мы читаем детьми я бы сказала а маяк кто это я бы задала детям вопрос а ты маяк слово о ветре буря и штормы скажите не с вами ли молодость наша на реке дружна любим мы ветер в развернутом знамени ветер что бьет как морская волна ветер в походе ветер в полете напористый быстрый как наши мечты громик сверкающий самолета в воздух поющий от быстроты ветер с которым сражения родятся чувствуют юность старше седым с этим ветром не бойся встречаться если всю жизнь хочешь быть молодым и еще вот тут особенно прошу обратить внимание на один понятный желание бог ветер такой же в жизни ад что даже смерть уже желанной стала что ж бей с прицельной меткостью свинец чтобы не было бы ни дытья ни жалоб пусть будет совесть мужеству истец чтоб силу молодушия не осталось чтоб на проклятом узлище дорог на подлой путанице этих дней я словно стебель сломанный бы лег с неоскверненной совестью своей стихи великолепное исполнение огромное спасибо для закрепления ощущения музыкальный подарок от Алексея Семеновичева пожалуйста аплодисменты пианика танцев парень чёрнов чёрнов в рыбке но сияла в мае у моим цветонком запутан твой навчила веснянки спевать про квитучу Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Твою ласковую чуднюю Прилетаясь до нашего поля Журавли из соседних краев Росквитаясь и поля и доля На моей украинской земли Как на те чернобривцы поглядь Большую мать и стрельбу Большую руки твои, моя мама Твою ласку я чую від них Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В библиотеках выстраивается очередь На право получить роман Юрия Штрусова И прочесть его Потому что книга пользовалась очень большим спросом И она пробивала Пользуясь, конечно, тем, что это была хрущевская оттепель Тогда вот эти вот свинцовые совершенно Препятствия, которые ставила идеология и цензура тогдашняя В это время, наряду с Хаджи Беем В Кишиневе выходит роман моего отца Вниз Гейдука Оба эти романа отражали одну и ту же тему Тему геройского противостояния Наших дедов и прадедов Османской агрессии Нападением и набегом степных хищников Крымских татар Буджавских особенно татар И вот в том же шестидесятом году На экранах фильмов торжествует фильм Великолепная семерка Вы помните Это из разряда вестернов Один из лучших вестернов американских И я помню, как отец говорил Но ты посмотри Американцы создали целую индустрию Целую историю вот этих вестернов своих С фильмами, с книгами А у нас вот вышел роман И у Иатрусова И мой роман И я больше чем уверен, что Никто не будет ставить фильм на эту тему Он, конечно, как воду летел Но дело не в этом Они как раз хотели Можно два слова? Да Хотели Парабаду падения Хаджибея Хотели поставить фильм И Николай Винкрановский Он был с автором Сценарий 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 Совершенно верно И собирался играть Главную роль контрата Но уже все как бы было готово Но из министерства иностранных дел Из Москвы Пришел запрет Потому что боялись, что это осложнит Отношение к инструкции Так что Собирались Ну Раз Успомнили о кино Могу сказать одно Что На экранизацию Миссника и Дука Наложила Лапу Тоже цензура И отца обвинили в том Что он Так сказать Прославляет Вот эту Западную демократию Там были упоминания Декларации независимости Соединенных Штатов Джепперсона Вот это послужило причиной того Что роман не переиздавался Никакие фильмы по нему не ставили Но дело не в этом Мы говорим сейчас О памяти конечно Великого одессита Юрия Сергеевича Трусова Нелегко ему пришлось Конечно за то Что он выходил из ряда Наших писателей Которые были прикормлены Тогдашним союзом журналистов Я не всех говорю Мы знаем там дежурных Так сказать Генералов И так далее Но Пройдет еще 15 лет Больше даже Пока Юрий Сергеевич Сможет Издать Свои семь романов На эту тему А Алексей Васильевич И ваш покорный слуга Трилогию Адмирал Дерибас Дюк Ришелье Игорь Маршал Воронцов Которые Открывали Вот этот мир Мир Нашего Истерна У американцев Был Вестерн У нас был Истерн И слово Фронтиер Оно такое же было кондовое В обиходе Скажем Армейском В те времена И казачьем Как и у американцев Фронтиер это вооруженное Противостояние То противостояние Которое начиналось Сначала на Днепре Между казаками И всеми врагами Которые Тогда Полчились Против казачества Которые Походами Ходили И на Россию Казачество Вы же знаете Что она прокрывала Южные области России И Этот фронтиер Потом перемещался По Мере того В результате Успешных войн Русско-турецких Наконец Вот этот Огромный Изобильный Край Северное Причерноморье Наконец Возвращается В лоны Европейской цивилизации Вот в этом Смысл Собственно говоря Для нас И сейчас Изначение Вот этих всех войн Вот И конечно Не какая-то Не колонизация Так сказать Какая-то придуманная Сейчас В чьих-то главах А это наша реальная история За которую В голову Наши деды и прадеды И потом Которая Помогла Нашему краю Совершить Невозможное Уже В начале Девятнадцатого Века В течении Жизни Имеется в виду Деятельность Жить Двадцать пять лет Одного поколения Поселян В сервном Черном море Вот эти вот Дикие Дикое поле Дикое поле Которое Простиралось Между Богом И Днестром Очаковская область Они становятся Степовой Украиной Житницей Европы И Леванда И Кормит Вот Наша степовая Украина Тогда Хлебом Очень многие Страны Которые Обязаны Нам В какой-то степени Своей технической Революцией Потому что там шла Техническая революция Люди Были задействованы В промышленности И Пока земли Было некому Да и земли Были тогда Выпуханные И вот здесь самое Интересное Чтобы не задерживать Ваше внимание Вот Этот грандиозный Наш Истр Который создавали И Юрий Сергеевич Трусов И Алексей Васильевич Турилов Это Неформальная История Нашего Края Которая Так или иначе Дискутируется И сейчас Одни ее осуждают Даже находятся Такие люди Да И Сейчас Сейчас Эти Книги Которые мы видим Они позволяют нам Сохранить Вот память Вот тех Геройских Совершенно Свершениях наших Предков Сохранить память О том В чем состоит Феномен Нашего города Феномен нашего города Это Что? Это то Что собой Представляла Одесса Благодаря ее Экономической Политической Общественной истории Благодаря чему Она стала всемирно Известным городом Поэтому Мы Как одесситы Можем только гордиться Что эти книги Вышли Что эти книги Запечатлели Эту геройскую историю И сейчас Когда Перед нами Стоят Большие вызовы Со всех сторон Мы должны Сохранить Лучшее Из нашей истории Непормальной истории Которое Вот Мы видим Вот в таком Отворожении Прекрасно Благодаря Леночке Да Елене Николаевне Ее близким Вот Вы большие молодцы Я чувствую Упор В себе В отношении того Что мы когда-то делали Но не довели до конца Вот Я желаю вам успехов В этом Надеюсь Когда будут Круглые даты Мы опять вспомним И отметим Спасибо Спасибо В памяти Юрия Сергеевича Трусова Запечатлена В Одессе На мемориальной доске Которая расположена На улице Беринского На доме Где он жил И конечно же Самым незначимым Объектом памяти Наверное Уже Субъектом Является Замечательная Библиотека Номер 33 Расположенная На Французском бульваре И я С огромной радостью Предоставляю Слово Заведующей библиотеки Наталье Николаевне Бондарчук Прекрасный день Прекрасные люди Я много вижу Друзей Библиотеки Почитателей Таланты И очень приятно И много новых людей Которые пришли Почли в память Юрия Трусова Казалось бы Совсем недавно Мы отмечали 105-летие Со дня рождения Уже 4 года Пролетели просто Незаметные Они какие-то тяжелые И вот Наверное даже хорошо Что это не круглая дата Все таки что мы раньше Собрались Чтобы мы не забывали Вот Ну так как я являюсь Заведующей Я хочу немножко Нашей библиотеке Рассказать Значит Свои двери ПВМ открыла В 1961 году Вот И вот представьте Уже 62 года Существует библиотека И конечно За это время Через В этих стенах Побывало Огромное количество И одесситов И приезжих С разных уголков Украины В недавнем прошлом Это даже были Приезжие с Ближнего и дальнего зарубежья У нас были Американцы И англичане И франкузы Вот с нами прощались Перед войной кстати Вот Так что Библиотека Всегда была востребована И интересна Ну конечно Во-первых ее месторасположение Да В Франции Бульвары Рядом университеты Школы Санатория И поэтому Вот благодаря этому У нас было очень много Новых людей Вот это самое главное Приток новых людей Которые приезжали Интересовались историей И Помогили просто в нашу библиотеку Пока отдыхали И лечились Конечно За эти 60 лет В библиотеке Побывало огромное количество Известных Интересных людей Если брать еще те 70-е годы Там да То есть это и писатели Там Лисковский И режиссер Левин Измаил Гордон Кто у нас У нас был Космонавт Шошин Георгий Шошин И Шоу Извините да И Герой Советского Союза Ой забыла фамилию Да Булачев Сергей Булачев Вот И конечно же был у нас И Юрий Трусов Вот Я хочу немножко рассказать Как произошла эта встреча Как значит Он познакомился с библиотекой Был 1982 год И в нашей библиотеке Существовал тогда Юношевский отдел На базе которого Был политклуб Назывался Такое Известие То есть приглашали студентов Школьников Значит приглашали к ним Интересных людей И вот значит Такие баталии были Споры Разговоры И вот на одной Таких встреч был приглашен Юрий Сергеевич Трусов Вот Поэт правдовик Интересный человек И все И вот с этого момента Он стал Наверное Членом Наверное Библиотечной семьи Он там Всегда Когда его приглашали Даже не обязательно приглашали То есть постоянно проводились мероприятия Какие-то интересные встречи Интересно что Удивительно Сколько у него было энергии И как он все успевал Потому что И как бы член Целеписателей И писал книги И вместе с тем Он Значит Шерстской работой Занимался Военных А это очень серьезно Организационные Эти вопросы Когда с военными Там Ну приглашали И читали Телеписателей Артистов На встрече с ними Но тем не менее Как-то он все успевал И вот к сожалению В девяносто первом году Когда его не стало То как бы сразу Даже не было Каких-то других идей Как бы Было решено Добиваться Чтобы наши библиотеки Присвоили его имя И вот конечно Это не было так все быстро Просто Но вместе с тем В девяносто четвертом году Двадцать первого июня Библиотека Была присвоена Имя Юрия Крусова Хочу вам сказать Что вот наша Значит Система Библиотека для взрослых Она имеет 20 фериалов И между прочим По сути Только 7 или 8 библиотек именные И Значит Ну какие имена Хрустовский Да Гайдаренко Да Галась Гончар Трусов То есть Да Прекрасная Да Багрицкий У нас еще был Багрицкий Да Рярченко Майкосовецкая Ну не важно Багрицкого Да То есть Вы видите какая Прекрасная компания Вот И Да Прекрасная компания писателей Да То есть И на лицо с ними Вот Но я хочу сказать другое Значит Знаете как Любую Его описать Любую книгу Нужно действительно Рекламировать Нужно напоминать Потому что Время идет Меняется В курсе у наших читателей Да То есть сейчас переходят на какую-то легкую литературу Но нужно напоминать Что есть вещи Которые действительно Очень значимые Серьезные Которые на веках Вот Ну что я хотела О нашей работе сказать Значит Я по-быстрому Да Сейчас Значит Со стороны библиотеки Конечно же Мы всегда Занимались Продвижением этой книги Уже много лет Мы сотрудничаем С Анатолием Хаджибей Это для слабовидящих детей И Это детки тоже Которые приезжали со всех уголком Украины И Вот этим было интересно Что сколько мы мне рассказывали Всегда Это было интересно И востребовано И со школой мы встречались То есть Наша цель Это было Привить Интерес и любовь К истории Одессы К краю Или чтобы Уцепить детей Чтобы они дальше потом пошли Я думаю Когда мы закладываются въезд Потом это все равно Ты к этому возвращаешься Ты по новому подсчитываешь это все Вот Это один наш спект работы Но Второй спект Я считаю Как я говорю Мы заразились Деятельностью Юрия Трусова Его просветительской И краеведческой И вот У нас уже В лет восемь или семь В нашей библиотеке существует Клуб Французский бульвар Это краеведческий клуб И мы занимаемся Действительно Именно Это наверное Большая исследовательская работа Вот Очень много интересных Вещей И кстати Наш председатель Сурилов Александрович Писатель Историк Благодаря ему Вот эти все темы находятся Все это собирается И потом Получаются очень интересные Серьезные И значимые Мероприятия Конечно Вот сейчас Я хотела там назвать Сколько чего Но в принципе Вы можете зайти на сайт Вот Катя молодец Они сделали Там все это есть И всегда приятно Когда приезжали СМИ Там Библиотека трусов Библиотека трусов Когда оно все это на слуху То есть Ты как бы потом Начинаешь сам интересоваться То же такое трусов Вот И мы сейчас конечно Вот эти несколько лет Достаточно сложные Наши Интеллигенты Это были студенты Сейчас Это непонятно что Их нет Но сейчас Эту нишу Заполнили Люди Переселенцы Вот Они к нам приходят Со своей горе Со своими Рассказывания Кто что потерял Как Ну Самое интересное Все интересуют О Деррия трусов Кто это И вот Благодаря Извини У нас есть Прекрасный стеллаж Со всеми изданиями Хаджабея Может быть не все Может там пять изданий Не важно Со стихами Юрия Сергеевича И мы можем сюда подойти Подвести Показать Рассказать Конечно же Самую главную книгу Хаджабея Представим Чтобы они знали И я надеюсь Когда они вернутся домой Все Когда они вернутся все домой Они будут С любовью С теплотой С применителем Йесу Нашу библиотеку Все они очень много А А Будь ласка Скажите Какие новые имена Библиотеки для дорожных В Одессе Съявились Бо Зрозуміло Что Маяковского Библиотеки Прибрали Илья И тому подобное А какие новые появились Вы знаете Я еще не знаю Поки зараз Прибирают Какие будут новые Не знаю Но мы были на встрече З вами И вы сказали Будет новая библиотека Это дитячая библиотека Рудківская 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 Водовалась в свой час Богдана Сушицкая Мені пообещали Мені пообещали Дати документи Які готуються На присвоение Рудківской Библиотеки Я пойду по всіх Тільки одно Знаю Спасибо большое Наталія Яковлевна Немножко рассказала О семье Которая Надає Очень много Вещественных Пам'ятних вещей Событий не только вещественных, материальных объектов памяти, но и событий через память Юрия Сергеевича. Мне очень приятно сейчас пригласить на сцену права внучку Юрия Сергеевича Трусова Екатерина. Очень приятно тут быть, очень потрясающе, интересная атмосфера. Я буквально пару слов хочу сказать. Мне всегда был интересен сам процесс воплощения идеи в конечную стадию, которую мы видим тут, сколько всего Юрия Трусова сделал. Все тут творческие люди, я думаю, у каждого из вас есть идеи, которые потом преображаются по мере работы в какую-то готовую, уже завершенную стадию. И я вам хочу сказать, что я как человек, который очень много проектов не довел, не то что до конца, до середины, я вообще представляю, какой вообще огромный этап взять такую идею и написать исторический роман. Особенно в то время, это сейчас мы в Google уже 5 минут уже всякие сайты и все знаем. Это же огромная работа. И просто, наверное, можно было этот проект, как и не законченный, это же огромный класс. Причем, я вот смотрю исторический период, очень большой, очень гордый, приятно, что вели трусов по патриотам нашей. Сейчас это особенно актуально нашей Украине. И вот действительно, главные герои, это их вообще речь, их какие-то песни. Это потрясающе все. Вот читаешь, и вот я хотела сказать по поводу идей, наверное, мало того, что это огромный труд, еще есть такой тест на бессмертие, потому что написать книжку можно. Ну, это очень сложно, это вообще очень сложно. Но еще надо, как-то будет, пройти и посмотрим, какой дальше. Но на сегодняшний момент мы расскажем, что Юрий Трусов, он справится. Огромное спасибо, дорогие друзья. Кто-то хотел бы что-то еще сказать. Да, пожалуйста. Я не займу у вас много времени, так что люди уже стали. Добрый день, дорогие друзья, до всех родителей, ребят, такие непростые наши времена. Дорогая Ляночка, совсем быстро пробежало время. Дело в том, что у Ивана Петровича тоже день рождения был 1914 год, и мы вместе отмечали, можно сказать, столетия, и вместе, можно сказать, издавали книги. Можно, Валентина Ивановна Гридаенко, заставили, что сейчас победите, может, ты, надо, что еще касается, может, кто-то не знает. И вот за эти 10 лет вы посмотрите, как наша жизнь изменилась, к сожалению, не к лучшему. Наверное, я сейчас напомню такое имя, как Рэй Рэдбери, писатель-фантаст. Вы, наверное, слышали, знали, читали, потому что здесь аудитория та, которая читает. И вот, когда мы его читаем, фантастический его роман «451 градус по Фаренгейту», там прекрасные есть вещи, которые он описывает, как сжигают книги, и как книги нельзя держать в домах, и эти дома тоже сжигали. То раньше, когда я читала этот роман, мне казалось, это действительно фантастика. Сегодня это наше действительность, к сожалению. И я низко кланяюсь Юрию Сергеевичу, моему отцу и всем нашим близким и далеким родственникам, которые не дали этому свершиться 70 лет. И мы жили с вами в мире. Спасибо и низкий поклон этому поколению. Вот эта книга «Евреи Киргизстана от А до Я». Так как мы с вами сегодня находимся в Всемирном клубе Одесситов, это, можно сказать, интернациональный клуб, я хочу преподнести в библиотеку вот эту книгу. Дело в том, что мы с мужем съездили в эту далекую страну буквально перед войной. Благодаря нашим друзьям, Иосифу и Нине Медзер. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok